Есть замечательная программа классика и в Венеции, причем в Венеции она является конкурсной, то есть картины не просто представляются, их оцениваются, есть приз за лучшую картину не только с точки зрения ее художественного качества, именно как она была отреставрирована, здесь оценивается все. То есть Венеция действительно единственный фестиваль, где классика конкурсная программа. И Каны. С самого первого года, как только в Венеции появилась программа классики, мы с ними сотрудничаем, и для нас это уже четвертый проект. Сначала был «Мой друг Иван Лапшин», потом был «Я шагаю по Москве», в Каннах были «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспречен». И, соответственно, вот сейчас и все эти работы, кроме «Мой друг Иван Лапшин», мы делали совместно с Мосфильмом, потому что без материалов, предоставленными Мосфильмами, это было просто невозможно. Также скажу, что действительно, к сожалению, государство не обращает должного внимания на наше культурное кинонаследие, и все, что делается, восстановление картин происходит за счет средств Мосфильма. Все представление на фестивале, вся эта работа ведется нашим фондом за счет собственных средств фонда или средств меценатов и спонсоров. Спасибо, что они есть, что они понимают важность этой работы, важность того, чтобы Россия была действительно представлена нашими великими киноработами. Считаю, что замечательно, что есть такая классическая секция, потому что нам действительно есть что показать миру, и задача фонда расширять и далее это направление восстановления классики и ее представления, потому что есть еще замечательный фестиваль, который устраивает руководство кинофестиваля во Франции. Он целиком и полностью посвящен классическим картинам, и я думаю, что, может быть, мы обсудим, да, и будем также принимать там участие на постоянной основе, потому что нам действительно есть что показать миру. Я думаю, что все знают, что в этом году 30-летие со дня смерти Андрея Тарковского, поэтому не зря выбор пал и в Каннах на его работы, и в Венеции тоже на его работы. Такая дата существенная и серьезная, и в свое время картины Тарковского получали высшие награды Венецианского кинофестиваля, Венеции его знают и любят, поэтому, я думаю, должное отношение и внимание будет к отреставрированной картине в рамках фестиваля.